Казаки, вино, еда. Почему в конце сентября на Дону можно плохо себя вести? Туризм. Казаки, вино, еда. Почему в конце сентября на Дону можно плохо себя вести? 8 часов 20 сентября 2019 года. Фото. Государственный музей-заповедник Эмаша Лохова. Сергей Бугаев. Казаки в музее-заповедник Эмаша Лохова. Фото. Государственный музей-заповедник Эмаша Лохова. Сергей Бугаев. Москва, 27 РИА Новости, Светлана Баева Въезжая в Ростовскую область, вы попадаете на территорию донских казаков, предупреждают местные жители Здесь есть станицы и хутора, курение строят всем миром, орбузы мочат или делают из них варенье, а на коня садятся в младенчестве О путешествиях к казакам, праздниках на Вольном Дону, а также о том, что общего между самогоном и ружьем, в материале РИА Новости На коня с младенчества Слово «казак» встречается во многих языках и означает «свободный человек» или «вольный воин», рассказывает замодиректора по развитию Государственного музея-заповедника Има Шолохова Валерия Шолохова В начале прошлого века казаки за 24 часа могли собраться и выступить военным походом, хотя таких средств связи, как сейчас, не было Детей в год сажали на коня, в три они уже самостоятельно ездили верхом Конечно, теперь в такой мобилизации нет необходимости, да и младенцы вряд ли скачут на лошадях, но познакомиться с традиционным бытом казаков можно Причем в Ростовской области вы не только попадете в столицу мирового казачества, но и увидите одну из самых красивых в мире деревень Единственную в России земляную крепость, а также винодельни и морские пляжи 13 сентября, 08.00 Туризм Чему удивятся иностранцы в России? У нас есть что предложить туристам Ростовскую область мы делим на семь зон, у каждой своя целевая аудитория, объясняет руководитель агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова Это шалоховские места, казачьи станицы, сердце Дона Сам Ростов-на-Дону, прекрасный город Азов, город Петра Первого и Чехова Таганрог Кстати, Таганрог строился с нуля, а потом этим опытом воспользовался Петр Первый при возведении Санкт-Петербурга Шалоховская весна за шармициями Знакомство с бытом казаков начинается почти сразу при въезде в Ростовскую область, на ее севере в станицах Вешенской и Каргинской и Хуторе Кружилинском, в Государственном музее-заповеднике Маша Лохова Это огромный комплекс с усадьбами, казачьими куренями, домами, мельницей, синематографом и донской природой Кстати, жители Вешенской пьют воду из-под крана и уверены, что она чище бутилированной Сердце музея-усадьба, где жил писатель, Нобелевский лауреат Михаил Шалохов Заходя внутрь, чувствуешь эмоциональный подъем таков характер дома Многие гости это отмечают, говорит Валерия Шалохова Фото, Государственный музей-заповедник Эма Шалохова, Карпашиньян Усадьба Эма Шалохова в станице Вешенской Впрочем, такое живое удушевление испытываешь и на улице Тут регулярно проводятся различные фестивали Например, в мае Вешенские шармицы Конь казаков всего дороже Это захватывающие скачки, конкур, джигитовка и казачья лава Для которой нет преград Последнее даже страшновато можно почувствовать себя противником казаков На которого лавиной несется конница Также в мае проходит знаменитая шалоховская весна Праздник возник спонтанно В день рождения Михаила Шалохова в 1984 году Станичники надели традиционную одежду Взяли музыкальные инструменты и пошли по улицам Теперь этот фестиваль собирает до 50 тысяч гостей со всех регионов России и не только Где украинцы с казаками дрались В августе мирный праздник Кружилинские толоки Люди много знают о казаке-воине Но мало о мирной жизни Отмечает заведующая делом развития музея-заповедника Наталья Трофименко Толока – это работа сообща Всем миром Фото – Государственный музей-заповедник Эмаша Лохова Сергей Бугаев Казаки работают в поле Можно приобщиться к общественно полезному труду Пахать землю на быках Мазать курень Варить мед из арбуза По словам экспертов казачьей ноу-хау Как и моченный арбуз Или порыбачить Каргинская ярмарка пройдет в одноименной станице 6 октября На старинном мельничном комплексе Где зажиточный казак Тимофей Каргин устраивал торжища 100 лет назад Кстати, в романе «Тихий Дон» описывается драка казаков с украинцами на мельнице Так вот это та самая Возрожденный синематограф 1911 года Фото – Государственный музей-заповедник Эмаша Лохова Сергей Бугаев Памятник казакам Тихого Дона Фото – Государственный музей-заповедник Эмаша Лохова Сергей Бугаев Памятник казакам Тихого Дона Ярмарки проводятся с 2014 года Гости могут не только купить сувениры, но и поучаствовать в казачьих забавах Или, например, посмотреть, как силач Дмитрий Нагорный удерживает четыре рвущихся в разные стороны автомобиля Любителям оригинальных горячительных напитков стоит отправиться на экскурсию для взрослых Посвященную старинным способам самогонаварения Удивляет один из аппаратов начала прошлого века В нем конденсат стекает по стволу ружья Две столицы От станицы Старочеркасской, бывшей столицы донских казаков До Новочеркасска – столицы мирового казачества 50 километров В станице стоит заглянуть на атаманское подворье Прогуляться мимо казачьих курений к Майдану И увидеть первый каменный православный храм на Дону Войсковой Воскресенский собор Путеводители утверждают, что здесь можно пройти обряд посвящения в донские казаки Рия Новости Сергей Пивоваров Участники казачьих игр шермицей Которые прошли на территории монастырского урочища Возле станицы Старочеркасской в Ростовской области Один из четырех участников казачьих игр шермицей Которые прошли на территории монастырского урочища Возле станицы Старочеркасской в Ростовской области Рия Новости Сергей Пивоваров, Сиси Байса, 2.0, Alexx Ksmilev, Starokakarskaya, 3 соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря. 2 из 4 соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря, Сиси Байса, 2.0, Alexx Ksmilev, Starokakarskaya, 3. СИСИ БАЙСА 2.0 АЛЕКС КСМАЛЕФ, СТАРО КАКАСКАЯ ДОМ ЖУЧЕНКОВЫХ ВСТАНИЦЕ СТАРОЧЕРКАСКАЯ ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ДОМ ЖУЧЕНКОВЫХ ВСТАНИЦЕ СТАРОЧЕРКАСКАЯ СИСИ БАЙСА 2.0 АЛЕКС КСМАЛЕФ, СТАРОЧЕРКАСКАЯ РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ПИВОВАРОВ Представитель конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское во время конно-спортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова 4 из 4 Представитель конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское во время конно-спортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова РИА Новости, Сергей Пивоваров Один из четырех Участники казачьих игр шермицей, которые прошли на территории монастырского урочища возле станицы Старочеркасской в Ростовской области РИА Новости, Сергей Пивоваров Два из четырех Соборная церковь на территории Донского Старочеркасского монастыря Си Си Бай Са 2.0 Алекс Ксмалев Старо Кокаская Три-три из четырех дом Жученковых в станице Старочеркасской Си Си Бай Са 2.0 Алекс Ксмалев Старо Кокаская Четыре из четырех Представитель конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское во время конно-спортивных состязаний в станице Старочеркасской Ростовской области, посвященных 264-й годовщине со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова РИА Новости, Сергей Пивоваров Неподалеку уникальная Аннинская крепость 18 века Единственное земляное фортификационное сооружение на территории современной России Один из четырех Триумфальная арка в Новочеркасске 3.0 Зверев Василий Владимирович, Новочеркасск Северная Триумфальная арка 4.0 Ростот Галис Атаманский дворец на Дворцовой площади 4.0 Долинкин Артур Андреевич Страж своей площади Памятник Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске 3 из четырех памятник Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске 4.0 Долинкин Артур Андреевич Страж своей площади Реа Новости Сергей Пивоваров Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора в городе Новочеркасске 4 из четырех Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора в городе Новочеркасске собора в городе Новочеркасске. РИА Новости, Сергей Пивоваров. Один из четырех. Триумфальная арка в Новочеркасске. CC by S.R. 3.0. Зверев Василий Владимирович. Новочеркасск. Северная триумфальная арка. Два из четырех. Атаманский дворец в Новочеркасске. CC by S.R. 4.0. Rose.Gallis. Атаманский дворец на Дворцовой площади. Cropped Image. Три из четырех памятник Донскому атаману Ермаку Тимофеевичу в Новочеркасске. CC by S.R. 4.0. Долинкин Артур Андреевич. Страж своей площади. Cropped Image. Четыре из четырех. Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора в городе Новочеркасске. РИА Новости, Сергей Пивоваров. Самый красивый хутор. Донской хутор Старозолотовский, 110-150 километров от Новочеркаска в сторону Цемлянска, в этом году официально вступил в Федерацию самых красивых деревень и городков мира. Население из полсотни человек. Как ни удивительно, яркие, будто с картинки, домики жилые. Их охраняют и реставрируют. Курени снимались в телесериале по роману Шолохова, сюда же перевезли декорации, и возник музей Тихий Дон. Хуторяне ловят рыбу, вышивают и даже делают вино. Местный специалитет виноград Красностоп Золотовский. Один из трех музей под открытым небом Тихий Дон в Хуторе Старозолотовском. 4.0 – правительство Ростовской области, музей под открытым небом Тихий Дон в Хуторе Старозолотовском. Два из трех музеев под открытым небом Тихий Дон в Хуторе Старозолотовском. 4.0 – правительство Ростовской области. СИСИ БАЙСА 3.0 СТЕК ПИПЛ СТАРИ 200 ЛАТ ДОМ ДАВЛЮ СТАРОЧЗАКАСКУ Старый дом в станице Старочеркасской 3 из 3 старый дом в станице Старочеркасской СИСИ БАЙСА 3.0 СТАК ПИПЛ СТАРИ 200 ЛАТ ДОМ ДАВЛЮ СТАРОЧЗАКАСКУ Один из трех музеев под открытым небом Тихий Дон в хуторе Старозолотовском СИСИ БАЙ 4.0 Правительство Ростовской области Два из трех музея под открытым небом Тихий дом в хуторе Старозолотовском 4.0 Правительство Ростовской области Три из трех Старый дом в станице Старочеркасской 3.0 200 В последнюю субботу сентября недалеко от Старозолотовского 70 километров в станице Мелеховской и хуторе Пухляковском состоится фестиваль виноградарства и виноделия Донская лоза Туристы, отправившиеся на последние выходные первого осеннего месяца в Ростовскую область могут вести себя плохо на вполне законных основаниях Если в станице Мелеховской вам предложат вино, то в Ростове на Дону еду и битву Там 28 сентября пройдут сразу два фестиваля Гастрономически сделано на Дону и Меч Дона 2019 Правда, второй не о казаках, а о рыцарях 4 июня 08.00 Туризм не только борщ, блины, икра Регионы России удивляют гостей деликатесами Редактор субтитров А.Семкин